Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какую выездку завезли в Дундл, что изменилось с салонами красоты, какие нагавки нам добавили в глобальный магазин, а также поговорим о балансе Star Coins, обновлении снаряжения, что еще добавили в бонусную лавку, ну и конечно же о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней иииииииии поехали! В Мистфолле по дороге к Дундлу, прямо у основания высокой горы, где находится смотровая, вы можете найти новую ежедневную гонку, которая посвящена рабочей выездке. За ее прохождение вы будете ежедневно получать 150 очков опыта. Чтобы участвовать в этой гонке, вам нужно открыть Мистфолл и завершить задание сфотографируя кролика у лесничих Юрвика в Дундле. Расширили меню в салонах красоты, теперь кроме стандартных макияжей и причесок, в каждом салоне красоты вы можете посмотреть уже имеющиеся ваши прически и макияжи, ровно точно так же, как вы это делаете в конюшне. И так же теперь, если вам вдруг захотелось бы поменять внешность неожиданно для себя, вы можете это делать тоже абсолютно в любом салоне красоты. Ну а так же салоны красоты теперь отображаются на карте Юрвика, вот бы еще и пикники бы с грилем отображались. Кожаные нагавки. Наконец-то добавили то, чего многие, благодаря спойлерам, так долго ждали. Это кожаные нагавки с колокольчиками. Причем многообразие данных нагавок очень большое. Несколько оттенков коричневого, белые, черные. Есть с мехом, есть без меха. Есть с колокольчиками, есть без колокольчиков. Есть с колокольчиками только на передних ногах. Я считаю, это очень классное обновление именно вот этих нагавок. Я, конечно, в конном спорте ничего не понимаю, но благодаря друзьям посоветовалась. Я себе купила вот такие вот, почему-то они называются протекторы с мехом и с колокольчиком на передних ногах. И мне очень нравится, как они сидят на лошадках. К сожалению, гигантский минус, пока эти нагавки могут носить только андалузская, лепецанская, а также морганы, пасофина породы. Я считаю, это несправедливо добавлять такую классную амуницию, скажем так, и не давать ее носить всем остальным. Если, к примеру, то же самое выездковое седло доступно уже более широкому спектру пород, то почему же нагавки нам доступны не всем последним породам, что удивительно, а только испанской, наверное, крови? Ну, кроме моргана, конечно. Андалузская, лепецанская лошадь, это чуть ли не одни из первых лошадей третьего поколения. И обидно, что вот эти вот старички уже, по сути, могут носить данную нагавки, а те же самые у нас другие лошади, не могут. Это очень странно и очень обидно, но надеюсь, что другая новость заставит вас немножечко посидеть и потерпеть. Обновление снаряжения. Команды Star Stable продолжают подгонять снаряжение для существующих пород, и после того, как выпустится обновление игровых персонажей, после этих нагавок они на некоторое время перестанут выпускать новые снаряжения, дабы больше направить силы на то, чтобы подогнать наконец-то всю новую амуницию под всех лошадей. Напоминаю, у нас пока что есть проблемы с новыми уздечками, с новыми выездковыми сёдлами, и теперь ещё вот с этими нагавками, которые назовём их с нагавки с колокольчиком. Я надеюсь, что как можно быстрее они сделают так, чтобы данное снаряжение можно было надевать на большее количество лошадей, желательно вообще на всех лошадей третьего поколения, кроме не специальной амуниции для породы, такой как для Марвари. Но, к сожалению, они должны вынуждены прорывать работу со снаряжением, чтобы не мешать обновлению игровых персонажей. Как только выйдет обновление наших с вами персонажей, напоминаю, они обещали его выпустить в 2023 году и вообще-то летом уже, как говорят, после этого они снова займутся настройкой снаряжения. Также недавно был некий баланс, сбой баланса Старкоинса. Игроки начали замечать, что с балансом Старкоинс в программе запуска, то бишь в лаунчере были неверные цифры. Лаунчер почему-то передавал некую другую цифру с вашего баланса из рюкзака Старкоинса и показывал вообще неправильную сумму. В итоге они, конечно, все это уже починили, и баланс теперь отображается правильным. Если честно, я этой ошибки не заметила, но она была. В бонусной лавке Морлэнда появился новый предмет. Он доступен всем, кто получил статус Старайдер с помощью единовременной покупки, то бишь лайфа. Перчатки ночной наездницы покажут всем что-то лихая и бесстрашная. Перчатки у нас вот такого темного, я, наверное, скажу, фиолетового, ну или черного, цвета с фиолетовым переливом и вот такими классными тремя полосочками под стиль всей остальной одежды. Ждем, что же выйдет в следующий раз в бонусной лавке. Что ждет на следующей неделе? Новые масти, к сожалению или к счастью. Мы уже видели с вами спойлеры новых пинтобианов или же бегих арабов, но вообще это отдельная порода, которая должна отличаться от арабов и называется она пинтобианы. Но, как и было уже сказано в видео ранее, они все-таки решили просто добавить целую тучу бегих мастей для арабов и назвать их не отдельной породой пинтобианы, а просто новыми мастями. Хотя, кто знает, может быть они будут писать арабская лошадь в скобочках пинтобиан. Пока неизвестно, будем ждать в следующей неделе. А также новое ковбойское снаряжение. Когда-то давным-давно, также в спойлерах, нам показывали вот такие седла, которых до сих пор не выпускали. И я думаю, что именно на следующей неделе, вдобавок к бегим арабам, нам добавят еще и это снаряжение. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам данное обновление, нравится ли вам колокольчики, есть ли у вас проблемы с тем, что вы не можете их надеть на свою лошадь, так как у вас нету данных пород. Ждете ли вы обновления персонажа, так как оно вот-вот уже скоро, обещают лето, и оно уже вот-вот наступает нам на пятки. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. А я пойду практиковать в нагавках с колокольчиками выездку.